Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Виновен дважды. Инспекторы ГИБДД остановили нарушители правил дорожного движения. Анапа готовится к курортному сезону. Продолжается работа по озеленению и благоустройству города. Что нам дождь, что нам зной? Сотрудники заповедника Утриш высадили деревья в городе, на работу вышли в дождь. Если видеокамера зафиксировала нарушение правил дорожного движения и вам пришла бумага на оплату штрафа, или сотрудник ДПС выписал штраф, не стоит забывать об оплате. Чем может обернуться неуплата штрафа за нарушение правил дорожного движения, расскажет Лариса Басова. В ходе ежедневных рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД Анапы остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Проверка по базе данных выявила за ним долг. По статье 20.25 неоплаченный административный штраф в установленный законом срок. Гражданина задержали и припроводили в отдел УВД Анапы. Данный гражданин будет привлечен по статье 20.25, части 1, за неоплата административного штрафа в установленном срок. После чего данный гражданин будет помещен в КСЗЛ города Анапы, в УВД, и в дальнейшем выдворен в суд для принятия по данному гражданину решения. Которое влечет за собой удвоение штрафа, либо административный арест до 15 суток. Отдел ГИБДД обращается к водителям об оплате административного штрафа в установленный законом срок. В противном случае к вам будут применены санкции статьи 20.25. Вот такая неприятная процедура может произойти с каждым, кто не оплатил штраф вовремя. Поэтому еще раз загляните в свой почтовый ящик и вспомните обо всех долгах. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа. Регион. На городском планерном совещании во вторник заместитель мэра Анапы Юрий Поляков поручил ответственным специалистам дополнительно проверить цены на социально значимые продукты питания. Алина Гумерова посмотрела, сколько стоят продукты в сельских магазинах и какие наценки устанавливают предприниматели. Все руководители предприятий розничной торговли знают, социально значимые продукты питания в магазинах должны быть с торговой наценкой не выше 10%. Но не везде хозяева и продавцы выполняют это правило. Список социально значимых продуктов в магазинах в селе Джигинка есть, но специально выделена полка для них нет. Не все ценники выделены. В магазине «Золотая рыбка» все нормы и требования соблюдают. Сельчане обслуживанием довольны. Здесь это все свежее и очень хорошее культурное обслуживание. В общем, этот магазин мой самый любимый. Как только открылся этот магазин, сюда стали в основном идти. Именно сюда. Потому что здесь очень хорошие продавцы, очень хороший ассортимент. Рейдовые группы продолжат мониторинг цен на социально значимые продукты питания в сельских округах. Потребителям напоминаем, если цены на социально значимые продукты завышены, о нарушении можно сообщить по телефону 4-64-21 с 10 до 17 часов рабочие дни. Подробный перечень социально значимых продуктов на официальном сайте администрации города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа-регион. Подготовка к курортному сезону в Анапе продолжается. В администрации города прошло очередное совещание. Руководителям городских предприятий напомнили о соблюдении санитарных правил. Мусорный контейнер с названием организации мусороуборочной компании. Договорный вывоз мусора. Требования понятные и одинаковые для всех руководителей мини-гостиниц. Некоторые хозяева гостевых домов сталкиваются с проблемой. Ставить контейнер для мусора некуда. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков напомнил, когда планировали и строили гостиницы, должны были учитывать. Все правила и нормы содержания гостиниц прописаны в законе о защите прав потребителей, в постановлении правительства о предоставлении гостиничных услуг и нормах ГОСТа. Кроме того, действуют гигиенические требования по утилизации мусора и проведении дезинфекции, дезинфекции и дератизации. Дезинфекция – это мероприятие по уничтожению и обращению насекомых. Тамстаны, комары и так далее. Мы находимся в регионе море. Мы находимся на нас очень много водоемов, где образуются комаринные места. Соответственно, очень много жалоб поступает, что здесь первые дома кусают только комары. Есть такое. Но ни у кого практически при проверке не было выявлено, что имеются договора с учреждениями, которые оказывают такие услуги. Что такое дератизация? Дератизация – это уничтожение грозуна. Если нет возможности дезинфицировать мусорные контейнеры каждый раз после вывоза мусора, есть нехитрый способ – собирать бытовые отходы в пакеты и плотно завязывать. Так контейнер останется чистым. В администрации города создана и работает специальная комиссия, проверяет выполнение правил и требований. За несоблюдение предусмотрены штрафные санкции. Дополнительный договор нужен для вывоза и утилизации особо опасных отходов, содержащих ртуть. На собрании обсудили вопросы налогообложения. Предприниматели имеют право выбрать одну из трех систем – единую, прощенную или патентную. Что такое патентная система? В основе расчета стоимости патента лежит величина потенциально возможного годового дохода плательщика, то есть фиксирована. Она принята законодательными Краснодарского края 2601 ПЗ от 16.11.2012 года. В основе расчета патента возможности до этого дохода имеет преимущество. Не нужно сдавать декларации. 11 апреля с 9 до 8 часов вечера и 12 апреля с 10 до 15 часов. В налоговой инспекции пройдут дни открытых дверей. Специалисты проведут консультации. Юрий Поляков призвал всех анапчан отойти от дешевых уловок и хитростей. Таблички-аншлаги организации должны быть в одном стиле и выглядеть достойно. Газоны должны быть огорожены. Тротуарная плитка на прилегающей территории аккуратной и чистой. Фасады покрашены и побелены, и не в последний день перед началом курорта. Работу по благоустройству частных гостевых домов пора начинать уже сегодня. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Сотрудники заповедника Утриш высадили деревья в районе детского сада Орленок. И даже дождь не помешал работе по озеленению. Участие в ежегодной акции принимали воспитанники старшей подготовительной групп. На территории детского сада малыши сажали деревья. Погода как раз таки именно та, которая нужна для посадки дерева. Поэтому мы очень рады, что сегодня наконец-то мы посадили в детском саду эти деревья, которые детки очень ждали. И надеемся, что они помогут быть им здоровыми, сильными, будут очищать им воздух. Воспитанники детского сада под руководством воспитателей сотрудников заповедника Утриш посадили можжевельник казацкий, самшит вечно зеленый, югудревовидную и моголию подоболистную. Теперь малыши не из книжек знают, как выглядят эти растения. Ерка, сосна, дуб, березда и ерка. А кто живет в деревьях, знаешь? Червячки. Ну садил давно сам. Только не дерево, а петрушку. Молодец, выросла? Не знаю. Дети не только сажали растения. Сотрудники заповедника Утриш рассказали малышам о деревьях и кустарниках, которые растут в заповеднике, о том, как и почему растут растения, о роли корневой системы, а также о правильном уходе за кустарниками. Надеемся, что будут ухаживать и будут расти наши кустарники вместе с детками. Акция проходит второй год. Основная цель – повышение грамотности детей в вопросах природных богатств, бережном отношении, сохранение окружающей среды и, конечно, вовлечение их в активную работу по сохранению природы. Анастасия Никитина, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В селе Джигинка сотрудники Анапского комплексного центра социального обслуживания населения «Радуга» провели информационно-разъяснительную встречу. Сельчанам-пенсионерам рассказали об услугах и помощи, которые предоставляет центр. Заместитель директора центра социального обслуживания «Радуга» Елена Федотова рассказала жителям Джигинки об основных направлениях деятельности учреждения. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них на базе учреждения работает мобильная бригада. Состав формируется в соответствии с заявкой «Выезд еженедельно в четверг». Специалисты оказывают социально-бытовые, экономические и правовые услуги. Принимают документы на детское пособие, выдают талоны на проезд. Также учреждения осуществляют работу в пункт приема и выдачи, благотворительной помощи «Вторые руки». Нуждающимся гражданам выдают вещи, предметы быта и средства реабилитации, которые безвозмездно поступают от населения в качестве добровольных пожертвований. В центре работает школа по уходу за людьми пожилого возраста, обучающая курсы для родственников и социальных работников. С 2012 года открыт компьютерный класс. Пенсионеров обучают навыкам работы на компьютере. Более подробно о работе учреждения сельчане узнали из видеофильма о центре «Радуга». Пенсионера собрали, хоть немножко дух подняли, хоть немножко ввели в курс, что такое за пенсионер, что он может, что он не может, какие права у него есть. Хорошо, что программа такая работает. Нам особенно пожилым, конечно, кое-что тут выяснили. Меня интересовало положение детей наших неблагополучных семей. Очень волнует, конечно. И о стариках, которые тоже нуждаются. Это я, конечно, приятно слышать, что есть такие службы у нас, что заботятся. Это очень хорошо. Специалисты центра ответили на все интересующие вопросы пенсионеров. Дополнительную информацию предоставили в буклетах. Такие информационно-разъяснительные встречи с населением пройдут во всех сельских округах. Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа-Регион. Телерадиокомпания «Анапа-Регион» объявляет новый набор участников детский проект «Стих на табуретке». Конкурс пройдет в двух номинациях. Стихотворение на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение о маме или папе, запишите выступление малыша и пришлите на почту anaparegionsobaka.gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, возраст, данные одного из родителей и контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте anaparegion.ru. Победители обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Папа гваны, папа сильный, папа знает все на свете. Потому что папа может все, чего желают дети. Можут стать вашим мальчиком или ежиком из леса. Потому что папа любит все, что детям интересно. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумать стихотворение про папу пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com и выиграя планшетный компьютер. Подробности на сайте anaparegion.ru Это все новости на сегодня. Завершение выпуска. Прогноз погоды. В пятницу 21 марта в Анапе малооблачно. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 10. Ночью до 6 градусов тепла. Ветер переменный. Северо-западного и северо-восточного направления. Скорость ветра 5 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.